Виктор Егун, военный общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, заместитель председателя Службы безопасности Украины 2014-2015 годы. С нами на связи Виктор Николаевич, приветствуем вас, доброе утро. Доброе утро. Действительно, ряд вопросов хотим сегодня вам адресовать. Хотела начать с другого вопроса, но все же оттолкнусь от того, что сказал начальник главного управления разведки Минобороны Украины. В частности, мы видим, что в очередной раз такая определенная волна применит или не применит Кремль использование тактического ядерного вооружения. Это то, что мы активно обсуждали где-то в сентябре-октябре, начиная с той фразы «это не блеф», которую озвучил лидер Кремля. Хочу все-таки оттолкнуться от слов Кирилла Буданова, начальника главного управления разведки Минобороны Украины, который утверждает, что от России можно ожидать многое, но не откровенного идиотизма. Простите, но этого не произойдет. Речь идет как раз о применении ядерного вооружения. Как вы все-таки считаете, ваше мнение, будет ли все-таки определенный какой-то момент, когда Российская Федерация, в частности Кремлю, ничего уже не будет оставаться, скажем так, определенные будут еще очередные победы вооруженных сил Украины, и тогда Российская Федерация все-таки применит тактическое ядерное вооружение? Ну, тактическое ядерное вооружение, оно применяется с какой-то определенной целью, чтобы достичь этой цели. То есть, зачем оно было вообще когда-то было создано? Когда были фронтальные атаки, когда, ну, то есть, когда и шел фронт, да, вот по событиям Второй мировой войны, когда миллионы солдат, там, тысячи танков, сотни самолетов, и понятно было, что есть сострадочение, огромное сострадочение живой силы, где-то, ну, там, порядка 50-60 тысяч где-то в одном направлении. Вот в этом одном направлении есть какая-то группировка войск, которая либо держит оборону, либо пытается перейти в наступление. И вот один из таких вариантов, как остановить это огромное количество войск, это использование тактического ядерного оружия, то есть просто либо ракетой, вот как мы, мы же теперь знаем, мы теперь подготовлены, ну, на своем горьком опыте, да, вот прилетает такая ракета, и она закрывает площадь, там, 50-100 квадратных километров, ну, смотря от того, как этот, какая используется ядерная боеголовка. Ну, как правило, не очень большая площадь, до 50 километров в квадратных. И в таком случае эта группировка войск перестает существовать, так получается большое пространство, куда может наступать армия, которая использовала это ядерное оружие. Как правило, это все предусматривалось на огромных площадях, которые точно не имели там гражданского населения, какие-то большие-большие направления наступлений. Сейчас это совершенно другая война. Мы же видим, что, во-первых, не используют такое огромное количество людей. Вся группа, например, российских войск оставляет около 350 тысяч человек, плюс-минус, на территории Украины. И у нас же, мы же видим, у нас нет, это же не пустыня где-нибудь, даже там, где когда-то советское правительство использовало, пробовало использовать тактическое ядерное вооружение в 50-х годах, испытывало это где-нибудь там в Семипалатинске, где-то в пустыне. Поэтому, если они это действительно захотят использовать, они просто уничтожат часть территории, которую они пытаются захватить, и что они с ней будут делать. Или они ее нам подарят после этого. Но не это главное. И главное не то, что само использование ядерного оружия не принесет той пользы, которая, по идее, должна была для военных получить какую-то пользу. Главное, что Россия получила конкретные предупреждения от стран, которые имеют ядерное оружие на своем вооружении, в первую очередь от наших партнеров Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, которые четко сказали, чем все это может быть чревато для России. Вообще была такая информация, когда только начались эти разговоры, о том, что Соединенные Штаты готовы нанести не ядерный, а такой превентивный удар, при котором, например, Черноморский флот перестанет вообще существовать. А это очень серьезное заявление было. Авианосец Соединенных Штатов находится в Средиземном море, и количество томогалков, которые там есть в этой авиамесущей группе, я думаю, что хватит действительно на уничтожение не только Черноморского флота, но и всей группировки российских войск в Крыме. Поэтому все это было серьезно. Еще если учитывать то, что Россию предупредили со стороны Китая и Индии, я думаю, что это все в комплексе действительно должно было дойти до них, что использование тактического оружия не только не имеет смысла, но и принесет России огромные действительно потери. И не знаю, там приведет ли к распаду, но то, что после этого Россия начнет совершенно по-другому себя чувствовать в мировом сообществе, это однозначно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова